Всем привет! Сегодня в этом видео мы с вами разберем, что же такое детоксикация, какой орган в нашем организме отвечает за детокс и как улучшить способности организма восстанавливаться, выводить токсическую нагрузку и самое главное бороться с воспалительными процессами в организме. В первую очередь давайте вспомним, через что у нас происходит детокс в организме, через какие органы. Первый, самый важный орган это печень, именно через него выводятся жирорастворимые токсины. Также токсины у нас выводятся через почки, выводятся водорастворимые токсины, также легкие помогают выводить токсическую нагрузку и конечно же кожа. Кожа подключается в тот момент, когда наша печень и почки не справляются и мы с вами видим характерные высыпания или легкого аллергического проявления или уже в хроническом состоянии, когда мы видим на примере экземы ярко выраженные изменения кожных покровов. А сегодня давайте более подробно остановимся и разберем детокс печени. Печень является одними из самых важных органов для детокса нашего организма. И забота о печени очень важна. Большинство симптомов, которые называются заболеваниями в традиционной медицине и фарм-медицине, вызваны в первую очередь проблемами нарушения детокса печени и мы на них не обращаем внимание, приписываем какие-то названия заболевания. На самом деле нужно подходить комплексно к этой проблеме. Какая симптоматика может быть при нарушении фаз детоксикации? У вас может быть слабость, быстрая утомляемость, есть проблемы на коже, это и акне, и высыпание, это экзема, дерматиты, когда что-то шелушится, что-то чешется. Также нужно обратить внимание на то, если у вас есть уже какие-то гормональные изменения, а если у вас снижен иммунитет, а если вы чувствуете, что всегда находитесь в хроническом заболевании, то первое, с чего нужно начинать, это комплексно подходить к вашему здоровью и работать с печенью, с кишечником в совокупности, чтобы вывести вас из этого хронического воспалительного состояния. А чтобы разобраться, какие питательные вещества, какие ботанические травы и какое питание нужно нам для того, чтобы улучшить детокс нашей печени, нужно вспомнить биохимию и разобраться в фазах детоксикации. Детокс печени происходит в двух фазах. Первая фаза происходит в системе цитохрома 450. Именно здесь в ходе образуются свободные радикалы, которые могут повреждать наш организм, поэтому важно, чтобы в ваш организм поступали антиоксиданты, чтобы предотвращать этот процесс. Вторая фаза детокса называется коньюгацией, где молекулы, такие как серы или глицин, связываются с токсинами и переводят их в растворимое состояние и выводятся через мочу или наш стул. Все очень просто. Поэтому, судя по первой фазе, чтобы наш организм не был подвержен повреждению в результате токсической нагрузки, в нашем рационе должны быть антиоксиданты. Но так как мы с вами живем длительное время в зиме, едим очень мало фруктов, очень мало овощей и антиоксидантов, важно получать антиоксиданты извне. Это, конечно, витамин С, это коэнзим Q10, это альфа-липолевая кислота и, конечно же, селен, тот селен, которого так не хватает в большинстве наших российских регионов. Также важным и полезным антиоксидантом является глутатион. Именно он оказывает серьезную поддержку для нашей печени и помогает выводить токсины. Но на практике мы видим, что глутатион в БАДах достаточно нестабильный, поэтому очень важно добавлять в рацион аминокислоты, такие как N-ацетилцистеин или, проще говоря, NAC или L-цистеин. То есть эти аминокислоты добавляются нам, потому что они содержат в себе серу, которая связывает токсины, переводит их в растворимое состояние и все это выводится у нас в мочу и в наш стул. Также таурин помогает нам переводить токсины в растворимое состояние, которые мы можем получать из аминокислот на примере L-цистеина. Метильные группы являются также важными агентами, которые помогают нам поддерживать детокс нашей печени. Такие метильные группы, как метил витамина В12, опять метил тетрагидрофалат, то есть правильная формула фолиевой кислоты, помогают нам поддерживать функцию нашего детокса. Когда вы приходите ко мне на вип-программу или на школу здоровья и когда я у вас вижу низкие B12, низкую фолиевую кислоту, в первую очередь все это сказывается на том, что у вас происходит ослабленная функция детокса в вашем организме. То есть замедляются все процессы детокса в вашей печени. Это очень важный момент, который я вижу всегда на практике. А теперь давайте разберемся, какие питательные вещества, то есть как мы можем с помощью пищи в нашем питании улучшить детокс нашей печени. Все просто. Важно использовать в своем рационе такие продукты, как брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, свекла. И самое главное не забывать про антиоксиданты. Можно добавлять в рацион цитрусовые, но самое главное помнить про исключения. Это про грейпфрукт. Ни в коем случае, если вы хотите работать с детоксом печени, нельзя употреблять грейпфрукт, потому что он нарушает всю систему цитохрома 450. И мы с вами видим, как проблемы детокса у нас осложняются. То есть грейпфрукт не дает нормально работать с токсической нагрузкой. Поэтому запомните эти продукты, используйте в своем рационе для того, чтобы поддержать функции детокса и работы печени. А теперь давайте разберемся, какие ботанические натуропатические помощники мы можем с вами использовать, чтобы улучшить детокс нашей печени. И здесь нам на помощь придут одуванчик, лопух, чертополох или другими словами расторопша, который используется традиционно в натуропатии для того, чтобы улучшить фазы детоксикации печени. И которые я использую во всех своих программах для того, чтобы готовить организм к паразитарной программе, чтобы в первую очередь вывести сначала жирорастворимые токсины. Здесь также очень важно, можно добавить при работе с детьми касторовое масло, но ни в коем случае его не нужно пить. У меня есть видео про касторовое масло, вы можете его посмотреть здесь по ссылке, почему нельзя использовать при очищении печени касторовое масло. Но когда вы работаете с детьми, для того, чтобы улучшить детоксы печени, мы можем с вами использовать касторовое масло и втирать малышам касторовое масло по часовой стрелочке, втирая его в живот. Но это такой частный случай, который используется обычно в натуропатии при работе с детскими запорами. Также очень важный нюанс при работе с детоксом печени, это добавление в рацион клетчатки. Если в вашем рационе серьезная нехватка клетчатки, если есть проблемы с питьевым режимом, это вообще основа основ. Это то, с чем мы работаем на школе здоровья. Почему это так важно? Если вы работаете с фазами детоксикации печени, но при этом в вашем рационе нет клетчатки, будет происходить реабсорбция в кишечнике, потому что печень будет выбрасывать туда все токсины, и эти токсины не будут выводиться клетчаткой, и все токсины перейдут к вам в кровоток. Соответственно, будет серьезная нагрузка на все другие органы и на систему вашего организма. Очень важно в рационе, чтобы была клетчатка и нужное количество правильной качественной воды. Сегодня мы с вами разобрали, как же нужно проводить детокс с печенью, какие нутриенты использовать, какое питание использовать. Если вам интересны темы оздоровления, если вас интересует здоровье, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях. С вами была сегодня ваша Катя, диетолог-нутрициолог и проводник натуропатию. Всем пока-пока!